Задача по теории вероятности из ЕГЭ и УГЭ по математике. Агрофирма закупает куриные яйца в двух домашних хозяйствах. 40% яиц из первого хозяйства, яйца высшей категории, а из второго хозяйства 20% яиц высшей категории. Всего высшую категорию получает 35% яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства. Изобразим на рисунке оба хозяйства. Вот таким образом. И пусть в первом хозяйстве агрофирма закупает X яиц. А во втором хозяйстве агрофирма закупает Y яиц. То есть всего агрофирма закупает X плюс Y яиц в первом и во втором хозяйстве вместе. Известно, что 40% яиц, закупаемых из первого хозяйства, являются яйцами высшей категории. То есть выделим какую-то часть, покажем, что это 40%. И 40% это и есть яйца высшей категории, которые агрофирма закупает в первом хозяйстве. А у второго хозяйства только 20% являются яйцами высшей категории. То есть получается, что всего агрофирма закупает 40% в первом хозяйстве высшей категории и 20% во втором хозяйстве высшей категории. Найдем 40% от числа Х и сложим с 20% от числа У. Это и будет общее количество яиц в высшей категории, закупаемых агрофирмах и в первом, и во втором хозяйстве вместе. 40% от числа Х. Чтобы найти, нужно перевести 40% в десятичную дробь. Можно перенести запятую на два знака влево. Получается 0,4 и умножить на Х. Или можно было по-другому. Можно было Х разделить на 100 и умножить на 40. Итак, переводим. 0,4х это количество яиц в высшей категории, закупаемых в первом хозяйстве. Да плюс еще 0,2у это количество яиц, закупаемых во втором хозяйстве, которые являются яйцами высшей категории. Но известно, что это составляет 35% от общего количества яиц. То есть получается, что это можно приравнять к 35% от общего количества. Таким образом, найдем теперь 35% от общего количества, от вот этой суммы и приравняем к тому, что мы уже нашли. То есть получается, это все будет равно 0,35, это 35% от общего количества яиц. Х плюс Y. Кто не понял, как составили уравнение, можно по-другому? Можно было так записать. Х плюс Y это 100%. То есть это общее количество закупаемых яиц в двух хозяйствах. Но теперь посчитаем, сколько яиц высшей категории. Это 0,4х до плюс 0,2у. И по условию это тоже известно. Это 35%. То есть 35% это яйца высшей категории. Ну и теперь можно поставить пропорцию. То есть X плюс Y разделить на эту сумму равно 100 разделить на 35. Получится то же самое. Можете проверить. То есть получится то же самое уравнение. То же самое. Убираем. Нам первого способа хватит. И теперь для простоты, чтобы избавиться от вот этих дробей всех, можно умножить левую и правую часть на 100, чтобы дроби нам не мешали. Умножаем на 100 левую и правую часть. В принципе это не обязательно делать. Можно вот раскрыть здесь скобки, перенести, например, X влево в правой Y и решать без умножения на 100. Но на 100 удобно умножить, потому что тогда у нас дробей уже не будет. Итак, умножаем на 100 левую часть. Это значит надо на 100 умножить первое слагаемое и второе слагаемое. Умножаем на 100. Получается 40X. 40X плюс 0,2 на 100. Это получается 20Y. Равно. Теперь правую часть на 100 умножаем. 0,35 умножаем на 100. Получается 35. И X плюс Y мы перепишем. Теперь удобно перенести X влево, а Y вправо. Чтобы потом выразить одно через другое. 40X. Здесь раскрываем скобки. 35X переносим в левую часть со знаком минус. Получится минус 35X. И равно все это 35Y. И 20Y переносим вправо со знаком минус. Минус 20Y. Таким образом, окончательно у нас получается, что 5X. 5X равно 15Y. Или поделим обе части на 5. У нас получается, что X равно 3Y. Что это значит? Это значит, что вот этот X равен 3Y. Ну а этот Y как был, так и остался. То есть получается, что общее количество закупаемых яиц теперь можно найти через Y. То есть вот оно, общее количество закупаемых яиц. Итак, всего агрофирма закупает 3Y до плюс Y. 4Y яиц в двух хозяйствах. То есть вот это общее количество. Сейчас покажем сразу. Это нам сейчас понадобится. То есть 4Y. А нас интересует количество яиц, закупаемых в первом хозяйстве. Почему? Потому что нам нужно найти в задаче вероятность того, что яйцо, купленное у агрофирмы, окажется из первого хозяйства. То есть попадет вот в эти 3Y. То есть 3Y нас устраивает, а общее количество это 4Y. То есть далее нужно использовать классическое определение вероятности. По классическому определению вероятности, вероятность равна M разделить на N, где M это количество благоприятных исходов, а N это количество общих. И общее количество исходов. Смотрим. Общее количество исходов это общее количество яиц в двух хозяйствах. Оно равно 4Y. Значит, вместо n мы подставляем 4y. А нам нужно найти вероятность того, что яйцо окажется из первого хозяйства. То есть яйцо должно войти вот в это количество, в 3y. То есть получается, что 3y яиц из первого хозяйства нас устраивают. Значит, m равно 3y. 3y яиц нас устраивают, а 4y это общее количество яиц в двух хозяйствах. Теперь можно на y сократить. У нас получается 3,4 и в итоге получается 0,75. Задача решена, а это значит, что нам в ответ нужно записать 0,75. Кому задача понятна, поддержите это видео. Поставьте лайк.